Победа не за горами! Приморские хоккеисты начали хоккейный сезон. Снова вышли на старт. Во Владивостоке прошла вторая международная регата. Были летними, станут зимними. Крывая столица готовится к зимним международным играм «Дети Приморья». Сезон континентальной хоккейной лиги стартовал в начале сентября. За это время приморский «Адмирал» провел уже пять встреч. По результатам прошедших игр моряки Леонида Тамбива располагаются на десятой строчке в турнирной таблице. На счету у наших ребят одна победа и четыре поражения. Пока единственную викторию в сезоне «Адмирал» смог одержать над московским «Спартаком». Матч на стадионе «Мегаспор» завершился разгромной победой владивостокской команды. 6-2. На домашнюю арену «Адмирал» возвращается 21 сентября. Моряков ждет три встречи. Первый из которых пройдет с пекинским «Кунь Луни Ред Стар». Приморский «Тайфун» тоже начал выступление, но в молодежной хоккейной лиге. За плечами у ребят уже пять встреч, но ни одна из них набранными очками так и не закончилась. Ближе всего к победе юные моряки были в матчах с «Динамо Шинником». Обе встречи завершились победой команды из «Бобруйска» 6-5 и 3-2. Домой хоккеисты вернутся так же, как и старшие товарищи. Домашнюю серию начнут матчем со ступенским капитаном, а завершат 28 сентября со «Спартаком». Спустя год бухта Новик на Остре-Русском снова стала точкой притяжения гребцов со всего мира. На второй международной владивостокской регате за награды в академической гребле соревновались спортсмены из восьми стран. Теперь в акватории острова гоняются не только атлеты из России, Китая, Узбекистана и Беларуси, но и из Сербии, Казахстана, Ирана и Кубы. Такое количество стран-участниц – большая и планомерная работа Приморского министерства спорта и Всероссийской федерации гребли. Сейчас все внимание приковано к дальневосточной столице, поэтому спортивные мероприятия должны проходить здесь на соответственном уровне. «Приморский край, город Владивосток, обмывается Японским морем. У нас много водоемов, есть возможности для развития этого вида спорта. Я вам хочу сказать, что много-много лет назад еще планировалось развить этот вид спорта у нас, но не получилось, потому что русский остров был закрыт. Сегодня его открыли, сегодня есть уникальная возможность, есть грибной центр бухти Новик, где мы находимся сегодня. Поэтому мы используем эту инфраструктуру спортивную для проведения международных стартов». В рамках соревнований гребцы гонялись в дисциплинах мужских и женских одиночек и двоек, а также в мужских восьмерках на дистанции 500 метров. Некоторые из участников в соленой воде выступали впервые. Обычно все тренируются в каналах на пресной воде. Тут в открытой среде природа вносит свои коррективы, которыми спортсменам приходится считаться. «Незабываемое ощущение. Ни разу не гонялся в море. Впервые здесь нахожусь в Владивостоке. Виды радуют, красиво очень. Здесь соленая вода, она намного плотнее, толкаться тяжелее. Погода непредсказуемая. Утром был очень сильный встречный, сейчас очень хороший попутный ветер». Но не все спортсмены преодолевали трудности соленой воды впервые. Яна Меренкова гоняется в бухте на ВИК уже второй год подряд. Признается, что в этот раз погода наоборот. Помогала прийти к финишу как можно быстрее. Но конкуренция значительно возросла. «Все соперники очень достойные. Все держались до конца, прям до самого последнего грибка. Все очень хорошо поработали. Всем большое спасибо за гонку. Мы уже и сказали, и говорим еще раз. «В нынешней ситуации любой старт для нас это как праздник, потому что как таковых стартов осталось не так много. Но в принципе это весело, это интересно, особенно здесь. Это достаточно необычное место для проведения соревнований. И надеюсь, что таких стартов будет все больше и больше». По результатам заплыва в бухте на ВИК больше всего наград завоевали наши ребята. Два золота и два серебра. На второй строчке сборная Белоруссии с результатом в две награды высшей пробы и одной серебряной. Замкнули тройку лидеров по числу наград ребята из Ирана. В их копилке золото и серебро. В рамках Восточного экономического форума дискуссии о развитии спорта в Приморье звучали так же часто, как и о науке, туризме и экономике. Некоторые страны сейчас бойкотируют наших спортсменов. Олимпиаду в Париже 2024 года мы пропускаем практически по тем же причинам, что и страны блока НАТО пропускали Олимпиаду 80 в Москве. Президент страны, а также многие люди, которые стоят у руля отечественного спорта, уверены, необходимо создавать собственно аналоги игр и в первую очередь прислушиваться к мнению наших спортсменов. Я думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого международного олимпийского комитета, они извращают изначальную идею Пьера де Камбертена. Спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей. Так или иначе будут создаваться альтернативные движения. Ничего с этим не поделать. Это объективный процесс. Вот мы будем в следующем году проводить игры дружбы. Мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС. И с удовольствием все будут в этом участвовать. В Приморье работа по развитию популяризации спорта ведется повсеместно. Еще буквально вчера мы делали выпуск программы о том, как прошли первые летние международные игры «Дети Приморья». А уже сегодня Министерство спорта края торжественно заявило – зимним играм быть. Они пройдут с 6 по 11 февраля в 2024 году. Спортсмены из трех стран посоревнуются за медали в 8 видах спорта. Несмотря на то, что игры зимние, основная задумка остается прежней. Они делают спорт доступным для всех приморских ребят. Самая главная задача – вовлечь в этот процесс спортсменов, юных спортсменов из всех муниципалитетов нашего региона. То есть вот в летних играх приняли участие практически все наши города и районы Приморского края. Но мы на этом не остановились, пошли дальше и пригласили наших друзей. Лично посещали мы с губернатором края Республику Беларусь. Мы пригласили спортсменов, они на это отозвались. Затем китайских спортсменов, вот, как сказал Лаврен, Галузиан-Зелинь. Но я думаю, что мы эту работу будем продолжать. И не только Галузиан-Зелинь, но и другие провинции будут посещать наши соревнования. Участники игр проявят себя в традиционных зимних дисциплинах. Как на льду, так и на снегу. Также организаторы пошли на эксперимент. В рамках игр спортсмены проявят себя в фиджитал-хоккее. Эта дисциплина совмещает в себе привычные сражения на льду и киберспорт. Такие игры должны стать новым толчком развития для улучшения спортивной инфраструктуры в крае. А также взращивать олимпийские резервы. На острове Русском с десяток гроссмейстеров. Их имена известны не только всему отечественному шахматному сообществу, но и мировому. Они встретились побороться за Кубок Восточного экономического форума и солидный призовой фонд. 3 миллиона рублей. Но многие шахматисты здесь не ради денег. В турнире принимают участие также и юные дарования в мире шахмат. Это одна из визитных карточек этого состязания. Молодые шахматисты со всего Дальнего Востока играли наравне с титулованными спортсменами. Пока еще не все получается. Но провести партию с гроссмейстером уже достижение. Хорошо, что этот турнир собрал и хороший состав, и молодых. Это вот у меня отчасти ностальгия по тем временам, когда этапы Кубка России, массовые турниры, собирали действительно очень сильные и хорошие составы, где росла молодежь. В последнее время шахматисты все чаще встречаются со сложностями. Турниров в стране из года в год проводится все меньше и меньше. Такие масштабные соревнования – возможность проявить себя не только молодежи, но уже и опытным гроссмейстерам. Для высоких достижений нужна постоянная практика. А пул участников на этом турнире позволяет проводить не просто товарищеские встречи, а бороться на равных с многотитулованными шахматистами. Такие турниры должны быть. Их должно становиться как можно больше. А обилие онлайн-встреч никогда не сможет заменить очные, считают спортсмены. Я тщательно пытаюсь отстоять значимость и важность оффлайн-встреч, то есть живых шахмат, потому что все же игра в шахматы – это противостояние двух разных людей. Да, можно играть команда на команду, но за доской вы все равно сидите вдвоем. И это те самые эмоции, которые вы испытываете, вот именно придя за доску, потрогать эти фигуры. Да, мы счастливчики, что нам не нужно ехать куда-то для того, чтобы поиграть. Я могу открыть ноутбук, открыть телефон и просто заниматься шахматами, играть в них, но нет. Это для меня, по крайней мере, это совсем что-то другое. Баталии за призовой фонд длились три дня. По итогам соревнований заветный трофей достался гроссмейстеру из России – Владиславу Артемьеву. Вторая строчка за Михаилом Кабаля. А замкнул тройку лидеров юный шахматист из Индии – Раунак Садхвани. Раунак Садхвани.